Сегодня 80 лет могло бы исполниться Владимиру Ворошилову, автору и ведущему программы «Что, где, когда». На отечественном телевидении она одна из самых известных и популярных, несмотря на то, что её создателя нет с нами уже почти 10 лет. Последние ставки, господа! Последние ставки! Юбилейную 25-ю серию игр «Что, где, когда» Владимир Ворошилов сразу назвал последней. Но и в этот раз знаменитый телеведущий решил положиться на судьбу. Выиграю телезрители, игру закрываю, пообещал он. Победят знатоки, будем продолжать. Неудивительно, что с такими ставками эмоции за игровым столом зашкаливали. И в этом будет заключена игра. Уникальные кадры. Прежде чем дать старт юбилейной серии игр, Владимир Ворошилов с головой уходит в подготовку к съёмкам. В рабочем кабинете на даче в Переделкине он ведёт записи на картонных карточках. Эти зашифрованные эфирные шпаргалки он заполнял всегда собственноручно. Тысячи таких карточек до сих пор хранятся в его мастерской. Здесь же и его самоузнаваемый эфирный костюм. В нём для телевизионного ролика Владимир Ворошилов вышел на цирковую арену, обещая дать решающий бой знатокам. А началось всё ещё в конце 60-х, когда в эфир вышел первый собственный проект Владимира Ворошилова «Аукцион». По сути, это была первая рекламная передача на советском телевидении. И хотя программу вскоре закрыли, Ворошилов уже тогда чётко решил – новую игру он будет делать по своим собственным правилам. Мы работаем не со звуком и не с картинкой, мы работаем в мозгу у зрителя, выщипываем его ассоциации разные, сталкиваем какие-то мыслишки, какие-то чувства. Вот здесь наша работа. Вот в том человеке, который смотрит. В 70-х и 80-х главный приз – что, где, когда книги. Но уже в начале 90-х за столом играют на деньги. Добрый вечер в интеллектуальном казино, где каждый зарабатывает деньги своим собственным умом. Обязательное условие Ворошилова – игра должна идти только в прямом эфире. Этот принцип сохраняется до сих пор. Здесь просто на интуиции, реакции, вот что-то ты ведёшь, ведёшь, ведёшь. То есть это как на, я не знаю, как на горнолыжном спуске, когда ты не так проехал флажок, но ты уже не можешь вернуться и перепроехать. Его уже дальше надо делать. Владимир Ворошилов долгое время не появлялся в кадре. Работал только голосом. Но в раунде «Зеро» он не только впервые сам садится за игровой стол. Для этого сектора он придумывает такие вопросы, ответить на которые может, кажется, только сама жизнь. Одну хокку я не могу забыть. «Стебли морской капусты. Песок заскрипел на зубах. И вспомнил я, что я... Одно слово. Смертью». Он был гениальным человеком. А гениальный человек, он никогда не приспосабливается к той жизни или к тем обстоятельствам, в которых он живёт. Он их видит, чувствует и даже предвосхищает. «Стебли морской капусты. Песок заскрипел на зубах. И вспомнил я, что я старею». «Это про меня написано. Близко, очень близко». Илья Костин и Елена Штоколова, Михаил Симаков. Первый канал.